У меня есть теория, которая может показаться вам безумной, но она правдоподобная, и источником является Манго Мурата и веб-комикс Вана. Мы разберемся с вами и узнаем, кто такой Бласт, что это за неизвестное существо, которого мы привыкли называть богом монстров, и как кубы связаны с самим богом монстров. Интересно? Тогда погнали! С вами Аниманго, и мы начинаем! Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, кто такой Бласт? По всем источникам, Бласт это самый первый герой в One Punch Man'е. А кто он на самом деле? Что случилось? И откуда у него такая сила? Как мы знаем, в предпоследнем главе Манги Мураты мы видели силу Бомжа Императора, очень похожую на силу Бласта. Точнее, прямо один в один, только вот у Бомжа это была атака, а у Бласта телепорт. Как мы знаем, Бомж получил силу от так называемого бога монстров. И учитывая, что у Бласта похожие силы, это ведет к тому, что бог монстров также причастен к силе Бласта. Возможно, Бласт был сильным и до этого. И после подаренных способностей, его силы только приумножились. Хотя насчет телепортов и тому подобное, думаю, это все-таки дело рук самого бога монстров. А что мы знаем о боге монстров? Впервые мы увидели появление этого существа, когда Бомж заполучил силу. Еще когда Псайкос начал апгрейдиться. И, конечно же, когда Сайтан, Флэш и Монако дотронулись до какого-то магического куба. А как же Бомж? У него ведь не было этого куба! Да-да, мы этого не видели. Но вполне вероятно, что до этого он где-то уже дотронулся до него. Так как он Бомж, он мог быть где угодно. Поэтому я уверен на все сто процентов, что он каким-то образом дотронулся до него. И связался с богом монстров. А теперь давайте вернемся к богу монстров. Или к богам. Так как мы еще не знаем, единственное ли это существо или нет. Я думаю, что скорее всего нет. Кстати, ни в веб-комиксе Вана, ни в манге Мураты, нигде это существо не указано как бог монстров. Ну или просто как бог. Просто все уже привыкли к этому, поэтому и называют его так. Хотя, я думаю, это подходящее название. А как их или его иначе назвать? Если они даруют силу, а также могут ее забрать. Как было в веб-комиксе Вана. Но кстати, после поражения бомжа, появился бог монстров и буквально высосал всю его душу вместе с силой. Назвав его неудачным слабаком. Кстати, кто или что это такое, бог монстров и откуда он появился? Когда Тацумаки пробила пса короче своим копьем, под землей были странные настенные рисунки. И думаю, он, ну или они и были там указаны, ну или нарисованы. И думаю, что они давно уже обитают. А возможно, они всегда были. Я считаю, что они боялись кого-то. Ну или чего-то. И когда Тот умер или они его уничтожили, они начали атаковать все живое. Согласен, звучит очень странно и тупо. Но а почему бы и нет? Так как они не могут действовать физически. Эээ, стоп, стоп, стоп. Почему это? Потому что если бы они могли таким образом ликвидировать все живое, они так и сделали бы. А как мы с вами знаем, они могут даровать людям силу, чтобы они перешли на темную сторону и сделали то, чего они добиваются. Уничтожением всего живого на земле. А возможно и не только. Возможно, эти существа путешествуют по вселенным, уничтожая и захватывая планеты и галактики. Как борос, только помасштабнее. Все возможно. Как мы знаем, эти существа добрались и до земли. Судя по всему, с древних времен они пытаются захватить нашу землю. Если так допустить, задается вопрос. Почему они до сих пор не захватили землю? Неужели они не могли давать силу всем подряд и надеяться, что они перейдут на темную сторону? Конечно нет. Таким образом, они создали бы армию врагов. Потому что если человек не переходит в темную сторону, значит он будет на стороне людей. Логично. Но я ведь недавно сказал, что они могут забрать силу, как и даровать ее. Возможно, они могут забрать силу лишь в том случае, если носитель будет при смерти, ну или же элементарно проиграет. Вот тогда они и могут высосать всю его душу. Как в Мортал Комбате, когда после поражения Шан Цун высасывал душу павшего воина. Как мы видели, когда Сайтама и остальные дотронулись до Куба, они услышали голос бога монстров. Тот просил их дотронуться до Куба. Если они хотят заполучить силу, и если они достойные, то они получат ее, а если нет, то лишатся всего. Я думаю, речь идет о ментальных способностях. Если человек ментально слаб, у которого нет ни цели, ни желания чего-либо добиться, то он слабый. И, судя по словам бога монстров, лишится всего. То есть, я думаю, что он поглотит душу человека и заберет ее себе. А если ты достоин, если у тебя есть цели, ну или же ненависть, злость, желание, мести и так далее, то ты, скорее всего, достойн его силы. Это как продать душу дьяволу. Тот дает тебе то, чего ты так желаешь, а взамен он забирает твою душу после твоей гибели. Ну и когда ты при смерти тоже. Думаю, именно так и случилось с бомжом-императором. А теперь давайте вернемся к тем самым магическим кубам, которые мы не раз уже видели в руках Бласта. Как они появляются? Я думаю, это единственное, что может сделать бог монстров в физическом плане. Он их сотворил. Он и сотворил эти магические кубы. Я думаю, что эти кубы давно уже разбросаны по всему белому свету, как говорил сам Бласт. А распродажа, наверное, прекратилась, когда Бласт каким-то образом запечатал этого бога монстров. Это всего лишь теория. Так что давайте вернемся к кубам. Возможно, что эти кубы притягивают к себе живое существо, а точнее людей, и таким образом бога монстров связывается с нашим миром. Даже если допустить, что Бласт запер его в отдельном измерении, думаю, что он каким-то образом может связываться с нашим миром. Я думаю, что это существо способно чувствовать человеческую ярость, отчаяние, желание мести и так далее. Именно в такие моменты он начинает действовать и каким-то образом заставляет людей дотрагиваться до этого куба. Тем самым он связывается с людьми и заключает с ними сделку. Именно так и появился бомж. Именно так Псайкос и заполучила эту силу. Возможно, Ороч и остальные сильные монстры тоже. Итак, давайте вернемся к Бласту. Что с ним случилось? Как он заполучил такую силу? Он на стороне людей? Или мы с вами ошибаемся, и на самом деле он на стороне бога-монстра? Как мы знаем, у Бласта есть сын Блю. Нас познакомили с ним недавно в веб-комиксе Вана. И, естественно, у Бласта была жена. Ну или просто любимая женщина, и у них родился сын. К чему я все это? Скорее всего, как бы это ни звучало прискорбно, ее убили монстры. А Бласт убил этих монстров в порыве ярости. После смерти своей жены он был в отчаянии, был потерян, зол на всех и вся, и не знал, что ему делать. И в этот момент он каким-то образом нашел этот куб и дотронулся до него. Он связывается с богом монстров, и после того, как тот предложил ему силы, Бласт соглашается ради своего сына, чтобы защитить его. То есть, бог монстров облажался, так как он думал, что сила затметь разум Бласта. Но из-за своего сына он не мог думать ни о чем, кроме о его защите. Есть еще теория о том, что, возможно, бог монстров может создавать монстров из любых живых организмов. Но как они это делают? Не знаю, но думаю, что такие монстры не получатся сильными. Все мы знаем, что монстры давно уже обитают на земле. И я думаю, что именно бог монстров и сотворил всех чудиш. Да, включая Вакциномена, Морского Царя и так далее, тому подобное. Почему бог монстров не дал кому-то силы, чтобы тот прикончил Бласта? Как я уже сверху сказал, он не мог просто так налево и направо раскидываться силами. Потому что таким образом он мог бы сделать намного больше Бластов, имеется в виду тех, кто не перейдет на его сторону. Таким образом, он создаст себе врагов, и поэтому он действовал намного осторожнее. Знаете, я думаю, после этого и начались массовые нападения монстров на людей. Когда бог монстров конкретно облажался и был в ярости из-за своей неудачи. Бласт, конечно же, расправился со всеми монстрами. И именно так о нем и узнали. Бласт захотел узнать, что происходит. Как он заполучил силу. Что это за существо, и откуда оно появилось? Он начал копаться в древних сказаниях и легендах. Он узнал все о монстрах. В том числе про легенды, которые гласят, что есть некие боги монстров, которые хотят уничтожить все живое на нашей земле. И что они разбрасывают магические кубы по всему белому свету, чтобы создавать себе армию для завоевания всего живого. После этого Бласт поставил перед собой цель. Собрать все магические кубы монстров, чтобы спасти весь мир и предотвратить конец света. Вот куда пропал Бласт. Вот почему он так долго не появлялся. Потому что знает, что если эти кубы попадутся не в те руки, быть беде. Ээээ... Стоп! Ничего не вспоминайте? Так уже случилось, когда Бласт спас Тацукмаки из лаборатории, где делали опыты на монстрах и людей со способностями. И у этих ученых, судя по всему, был этот куб, и Бласт пришел туда, чтобы его забрать. Возможно, каким-то образом они смогли создать монстров с помощью этого куба. Мы видели, как из клетки вырвался монстр, которого Бласт уничтожил одним ударом. Итак, я думаю, что Бласт в действительности настоящий герой, который защищает весь мир от опасности, да, возможно, и не только. Бласт — достойный герой и сильнейший человек на Земле. А? Что? Самый сильнейший, говоришь? Хе-хе. Ну что, скоро проверим. Друзья, совсем скоро выйдет вторая часть альтернативного сюжета о противостоянии Сайтамы и Бласта. Не забудь подписаться. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok